Вот так я попала в прокуратуру, можно сказать, вот так случайно, не намереваясь, ничего никак. Причем попала я на должность помощника прокурора. Тогда было в этой маленькой прокуратуре, да и сейчас, наверное, три всего единицы оперативных. Прокурор, помощник прокурора и следователь. Но следователь худобедный тогда был тоже женщина, в вакансии была помощника прокурора. Что это такое, с чем его едят, я абсолютно не знала. И вот я приехала в эту самую Козульку, так вот смешно назывался районный центр. Поместили пока меня в гостиницу, что такое, с чем его едят. Что это за работа такая, я никакого представления абсолютно не имела. Ну, это в общем, как и в том анекдоте. Помните про инженера, когда он заканчивается институт, приходит на предприятие, и ему говорит, даже сам инженер, который уже много лет проработал, «Итак, забудь все, чему тебя учили, и давай начинай сначала, что, откуда и почему». Вот то же самое. Я не знаю, чисто оперативно, теорическая база, это одно, ну и что, суха теория, мой друг, а древко жизнь пышно зеленеет, как говорил мудрец. Стадоба. Что такое помощный прокурор? По закону, вернее, в уголовном процессе вообще нет такой процессуальной единицы к помощным прокурорам. Есть только прокурор, есть следователь. Но если по заместителю как-то понятно, заместитель это тот, кто исполняет обязанности прокурора в его отсутствии, либо при нем, но обладает какой-то полнотой власти, абсолютно. То есть подписывает документы, профессиональные и так и подобные. А помощник прокурора, он по поручению прокурора, либо заместителя, выполняет любые обязанности, но правом подписи никакого процессального документа не обладает. То есть все, что я проведу, проверку прокурорскую, либо, значит, принимаю граждан, я потом даю ответы, оформляя справки и прочее, и, кстати, результаты проверок, то есть какие-то документы прокурорского реагирования, протесты, представления и так далее, это все только за подвижность прокурора. Вот материалы я ему представила, все, что я нарыла, вот проекты моих документов, представления, там, протестов и так далее, значит, все правильно, все так, он подписывает. То есть помощник не обладает процессуальной никакой власти. Но, тем не менее, он выполняет обязанности вместо прокурора везде и всегда. На него валится столько, что ай-яй-яй. И вот я помню в первый день, не успела я прийти на работу, когда, значит, Александра Ильина Гордиенко, помню, чудесно секретарем у нас была, чудесная женщина, очень знающая, просто замечательная. Она говорит, Леонидов в суд вызывает, значит, нужно дать заключение по гражданскому делу, постановление на работе, боже мой, причем немедленно, заседание суда через буквально 5 минут, суд рядом. Я бегу туда, заседание в кабинете у судьи, не в зале. Ну, вот такие небольшие дела, особенно гражданские, как-то в основном рассматривались в кабинете. Судья достаточно преклонных лет, высшего образования не было, это все времена еще я знала, заканчивались, называемые, курсы, это учительские были курсы, это судейские там, оперативные и так далее. Так вот, в свое время, значит, много лет назад, лет 30 назад он закончил там какие-то трехмесячные, или, бог знает, какие курсы, судей. И вот с тех пор он работает с судьей в кабинете. И на я сажу, справа, обычно, справа от судей прокурор, здесь, значит, секретарь, представители ответчика, ИСА, рассматривают дело, значит, оглашают рисковые заявления, значит, выслушивают доводы ИСА ответчика и так далее, изучают материалы дела, соглашают судья все те документы, которые там есть, дело восстановления на работе. Судья, значит, говорит, прошу прокурора дать заключение. Ну, благо, мы вот с ним вот так вот рядом, мой, за приставкой, и вот здесь, значит, он за столом сидит. Я направляю с ним, и тихонько говорю, что это такое? Ну, а правда, здесь-ка с пониманием. Он мне так посмотрел, и мне тоже говорит, встань и скажи, что ты, значит, поддерживаешь доводы ИСА либо ответчика. Речь шла о остановлении на работе, причем, как сейчас помню, это первое дело, уволили по инициативе администрации, была такая статья, как ЗОТУ, то ли за пьянца, то ли еще за что-то, но была нарушена просоциальная сторона, то есть не истребовали согласия профсоюза, там комиссии по взрыву спору и так далее. Вот, и только поэтому, хотя гнать было, надо было в шею. Ну, а поскольку, значит, нарушена просоциальная сторона увольнения, то есть этот самый пьяница, забул дыга и прочее, должен быть восстановлен, и т.д. Ну, коль мне он так сказал, я быстренько встала и прокалекала. Да, прошу восстановить на работе, поскольку вот нарушена просоциальная сторона. Выхожу мокрая, я себя, ух, боже мой, первое испытание. Ну, и дальше пошло. Помню первое выездное место происшествия. Станция Кемчук, на машине надо ехать на УАЗике, куда-то что-то как-то, тупо еще не видела, никогда в рассмотре не участвовала. Как бы потом-то уже... Я стажер, то есть первый год стажер, то есть я эти деньги получаю не как настоящий помощник прокурора, а стажер. То есть если у помощника прокурора тогда была зарплата 147 рублей, то у меня как-то стажер, 120, например, или 100 рублей, я уж не помню. Ну, если мне должны были, прокурор должен меня обучать, я с ним вначале должна была походить в суды по уголовному делу, по гражданскому делу, вырекать на место происшествия, составить такой присоциальный документ, пойти на проверку прокурорскую по такому вопросу, по секому. Ну, то есть так, по идее, должно быть. А мне отбросили, как щенка. Вот, выплышь, хорошо, не выплышь, но извините. Тут я одна. Прокурор, иди, иди отсюда, некогда мне. Поехала я. Как сейчас помню, повешенный. Причем парень этот молодой, он уже не то трижды, не то даже больше раз пытался повеситься, за ним, к сожалению, все глаза глядели днёные ночи. Ну, в общем-то, это общеизвестно, что если намерен человек покончить самую жизнь, как ни караот, все равно он выберет момент, он все равно сделает с собой что-нибудь. Ну, и тут, не знаю, что там случилось, ночью абсолютно как-то вот выпал из поля зрения домашних, пошел там в сарай и повесился в концовке. Приезжая я туда, его сняли уже из петли, ну, осматривая, естественно, без врача, хотя должна была, а где врача-киночек, да, нет его, эксперт, извините, в Ачинском, межвайонной, далеко и никогда не приедет. Осматривая, да, осмотрели, ну, все понятно, ясно, объяснение отобрала, по идее, зная, что надо на исследование судяно-медицинское направить труп. Тут родственники как завещали, как заорали, ай-яй-яй, какое вскрытие, куда-чего, ну, неужели непонятно, ну, мне это понятно, что да, сам повесился, никто не помог, а существовал приказ генерального прокурора в то время, да и сейчас, по-моему, он не отменен. По всем, так сказать, самоубийствам выезжает только прокурор, ну, помощник там, исследователь и прочие дела. То есть нужно выискать, а не инсценировку ли это самоубийство, а может там убийство, а может его повесили, отравили, забили и так далее и подобное. Возможно. Может быть и были такие случаи, но я вот сколько выезжала, знаете, выезжала я на этих самоубийств тысячи и тысячи, за 30 лет мне не попалась ни одной из сценировки, по крайней мере, которая была бы, как-то бы я проверила бы, нашла бы, что это не самоубийство, а либо доведение до самоубийства, ну, или убийство замаскированное. Так вот, я понимаю, и всем понятно, людям-то нормальным, родственники верещат, что чего тут непонятно, это все ясно и понятно, сам повесил, ну, кто его не убивал, не вешал, ничего не делал. Я, ну, да, промямлила так. Ну, оно, конечно, жалко, насилие, короче, на меня, я женщина слабая, молоденькая, чуть-чуть 22 года. Ну, ладно. Ну, ладно уже, поехала я, еду я, сама себе думаю, дура ты, дура ты, Рида, а? На экспертизу-то надо всяко, потому что это последствия, никто справку смерти им не даст, как хоронить, как чего, то есть далеко идущие последствия. Тем не менее, приезжая я в прокуратуру, захожу к прокурору, на месте было, я говорю, Вадим Николаевич, я все не так сделала, что? Я не отправила труп на экспертизу. Он говорит, ну что, езжай назад, давай. Иду я назад, далеко, ой, метров за сотни, приезжаю, его уже мыли, обредили, гроб уже сколотили, гроб его положили, вон он уже стоит, и тут я приезжаю. На экспертизу, с участковым была. Ну, сколько я выслушала там, кто я такая, кто я есть, и не хочется даже вспоминать, в жизни я столько не наслушалась, но тем не менее, уже с участковым, со всяким, может там, без этого никак, потом вам не похоронить, ни справку о смерти, никак, то есть человек как бы нет, его нет, а он как бы есть. Никаких юридических последствий, потом сгумировать надо будет, выкапывать из могилы, вам оно надо, кое-как, короче, утащили этот труп на вскрытие, это был первый мой выезд, вот такой. Ну, и дальше уже, первое, так сказать, дело, а тут вскоре, и следователь, женщина уволилась, уехала куда-то, из этого районного центра, осталась я в одном числе, и швец, и жнец, и на дуде, и грец, и, так сказать, вот хошь, не хошь, мне пришлось изображать из себя вот ту самую некрасовскую женщину, которая коня на скаку остановит, и в избу горящую войдет, и еще Бог знает, чего только не сделает, потому что надо, потому что некому, потому что я, будучи численность помощником прокурора, одновременно и расследовала все уголовные дела, которые были. Ну, во-первых, дежурство должно быть круглосуточное работника прокуратуры, всегда. А коль дежурить-то больше некому, прокурор-то не будет дежурить, прокурор только по приказу генерального прокурора может выезжать на особо тяжкие преступления, ну, например, убийство с какими-то отвечающими, там, нескольких лиц, и так далее, какие-то несчастные случаи, со множеством жертв, там, и так далее, и тому подобное. И вот я в одном числе, я еще обязана дежурить сутками. А в те времена, надо сказать, еще не было транспортной ни милиции, ни прокуратуры, а у нас проходит железная дорога, за счет этой железной дороги, то есть вот это Транссибирская магистраль, значит, за счет чего вот наш район и дальше и жили-то, много людей работало непосредственно по населенным пунктам. Так вот, народ, так сказать, ему как удобнее бегать по этим самым путям, ему не положено-то бегать, либо там еще чего-то случается, почему под поездом нужно пролезть в неурочное время, либо еще как-то. Боже мой, сколько было этих несчастных случаев, вспомнить страшно. Вы можете себе представить, что остается от человека, когда он попадает под поезд. Короче, я как похоронная бюро одновременно еще работала, потому что нужно было бы езжать на все несчастные случаи, денные ночи, но причем, если нужно ехать, было бы, бог знает куда, а машины никогда не было, прокурорска нет, а милиции тоже нет никогда, одна машина, только дежурная, и вдруг там что еще такое случится ужасное, а тут подумаешь, что это несчастный случай, вот и езжай, поэтому иди на вокзал, иди к диспетчеру, требуй остановку поезда, а это очень долго, потому что остановка вне, так сказать, это как стоп-кран их сорвать, это нонсенс, это, так сказать, из ряда вон, по каждой такой остановке, так сказать, разбирательство служебное, все-таки, еще в те времена, ведь железная дорога, как бы она подпадала под юрисдикцию воинскую, и дисциплина там была соответствующая еще все времена, вот и в диспетчере, когда тебе соизволит варняк какой-нибудь остановить, потом бежишь до этой самой кабины машиниста, проедешь, потом нужно опять остановиться, выпрыгиваешь, потом ты там осмотришь все это, соберешь все эти куски с кем-то, чего-то как-то, потом назад, то же самое остановка, потому что другого пути нет, правда, а осень, извините, тайга там, по шишке, естественно, кедровая, народ ломится, гроздьями, ну и падает, соответственно, с этих кедров-то, сдуру, тоже гроздьями, а смерть-то, извините, не из болезни, это несчастный случай, будьте любезны, прокурор, следователь, там помощный прокурор, тоже выезжаете, пейлишь на каком-то бронетранспортере, за 500 километров в тайгу, потому что иначе проехать там нельзя, поднимаешь, это несчастный труп, ну и что там такого, надо его волочить, а где еще понятые взять, в тайге там, альмена должна быть при осмотре, ой, как вспомню, так вздрогну, короче, вот так матеряешься сутками, выходных, естественно, никаких, потому что, вот, выезды бесконечные, и не только по преступлениям, но и по всяким несчастным случаям, старушка умерла, если я положу, мне 80 лет, то только 60, она достаточно бодрая старушка, ничем таким не болела, тоже туда же, выезжайте, будьте любезны, короче, все, что не связано с болезнью, ой, а иначе справку о смерти не дадут, и, я вспоминаю, опять же, в первые годы своей жизни, где-то на станции, тоже Кемчуг, далеко, приехала женщина, получилось так, что, значит, то ли ее мать, то ли какую-то родственницу, достаточно престарелую, на тем не менее, на учете, не состоящую в больнице, она умерла, но ее захоронили, приехали родственники, вот и все, ну, а потом возникли, естественно, моменты, что старушка-то, как бы, жива по документам, а там, не то наследство, а можно и не наследство, там еще какие-то юридические казусы должны быть, и вот стал вопрос, а делать-то что? Старушка-то жива, а никто ее смерть не засвидетельствовал, извините, нужен документ, и что теперь разгумирует, а извините, экзагмансов только при возбужденном уголовном деле, а какие основания для возбуждения уголовного дела, они четко перечислены в уголовно-корресальном кодусе, никаких оснований, то есть, о преступлении речь не идет, а по иному-то никак, и вот приезжает эта бедная женщина, и вот начались эти мытарства, я пользуюсь своим служебным положением, с сельсоветом, с врачом, с тем, с тем, ну давайте что-то делать-то, ну ребята, новую день, новую скумировать не можем, старушка-то умерла сама, вот свидетели, вот то, вот все, ну, я уж не помню, каким образом мне удалось эту ситуацию как-то разрулить, и вот эта женщина приезжает ко мне, после того, как она благополучно получила это несчастное свидетельство о смерти, она приезжает ко мне с апельсином, в те времена, естественно, мы, и с самого детства, мандарины, апельсин, только на Новый год, только по две сочечки в подарок, только по распределению, больше никак, и она приезжает ко мне с соседкой апельсином, там штук, наверное, 8 было, не знаю, где она это была, я вам настолько благодарна, вы же так для меня все сделали, что иначе бы я никак и ничего, никуда, вот апельсины, боже мой, вы знаете, ну, можно расценить как взятку, да, за то, что я ей вот, хотя ситуация-то, ничего мне незаконного нет, но тем не менее, как-то ей помогла выйти из этого трудного положения, с этими апельсинами, я до что вы, до куда, начала ее выталкивать просто за шею, она ни в какую, у нас чуть ли не драка началась, в кабинете из этих апельсин, я ее как впихнула, она от меня, потом она кинулась бежать, я с этими апельсинами, я с ней по улице бежала, с этими апельсинами до вокзала, уж не помню, догнала или не догнала, короче, если расценить как взятку, вот какой-то это был единственный факт в моей жизни, вот такую благодарность, будем так говорить, да, больше мне никто никогда ничего не предлагал, несмотря на все мои добрые дела, ситуации были трудные, но, видимо, даю и тому, кто берет, я славилась тем, что никогда, ни от кого, и ни за что, и ни по чем. Вот такой момент. И сразу хочу сказать о следующем, о коррупции, так называемой, о том, что в прокуратуре, в той же суде, в милиции, сплошь и рядом, только взятки, и по-новому даже никак нельзя. Я поработал 30 лет, в отношении работников прокуратуры никогда дел уголовных не расследовала о даче или получении взятки. И не слышал, что таковые расследовались у нас в республике вообще. В отношении работников милиции. У меня было одно дело в отношении работников ГАИ, вру, еще в Козульке у меня было первое дело, ой, в отношении работника ГАИ, но там было, конечно, за 50 рублей, начали когда проводить проверку по какому-то заявлению, на таком, неважному, а потом я сплошь начала сама уже проверять, что было несколько случаев, когда задерживаются в сантиметровом состоянии, а потом благоуточно эти свои водительские парова получают за так называемый штраф что ли 50 рублей. Ну вот мне пришлось самой, потому что тогда вот такая корпоративность у работников милиции была просто чудовищная, а потом чуть маленько кыш-кыш выкидывают, увольняют, тогда нет, и работника милиции я просто не могла обратиться, мне пришлось самой сплошную проверку медвозразвителя, то есть туда, куда они, когда они еще вот задерживались туда, тогда мне удалось довести 450 рублей, по-моему, общая сумма была взяток, получил он 9 лет работника, и еще одна была за 1000 рублей, там и ценировка была, так сказать, служба безопасности, все, больше у меня таких дел не было. Вот что касается коррумпированности, подкупой других лиц. Вот на сегодня я, однако, все, как я докатилась до жизни такой, следователи, и какова была моя дальнейшая жизнь на этой стезе. До свидания.